Что делать и кто виноват, если в квартире холодно? Вопрос, звучавший наиболее часто. Причины разные, но одну из популярных озвучили. Конечно, может быть и дом старый. Если дом старый, значит, система теплоснабжения старая. Если ее управляющая компания не промывала, не надлежащим образом готовила. А кому-то напротив очень жарко. Нельзя ли снизить температуру в батареях, спрашивали горожане. 30 градусов – это тоже ненормально. Мало того, что жители, правильно говоря, топим улицу, мало того, что это некомфортно для пожилых, это даже время для здоровья. За этим процессом мы тоже очень внимательно следим и тоже их регулируем. У нас есть температурный график, который строго привязан к температуре наружного воздуха. То есть на улице минус 30 – это одна температура, на улице минус 5 – это совершенно другая температура. Были вопросы и по платежам. К примеру, люди интересовались, почему они должны помимо своей оплаты по счетчикам платить еще и за соседей. Ведь в квитанции цифры ОДН в разы превышают потребление тепла одной квартирой. И это в недавно построенном доме. Нужно посмотреть в управляющей компании по лицевым счетам, по адресам, понять, кто за счет вас живет. Ну и, собственно говоря, повлиять внутри своего дома. Другого варианта нет. К слову, вопрос жителя, зачем все лето копать, если зимой все рвется, представителей компании удивил. Мы в этом году переложили 32 километра тепловых сетей. В принципе, могу сказать, что до этого ни СГК, ни Алтай, МЭГ, такие объемы не перекладывало в городе Барнауле. Если говорить о каких-то отключениях аварийных, могу сказать, что до настоящего времени у нас никаких аварийных отключений не было. Все, кто участвовал в прямой линии, получили ответы на свои вопросы. Специалисты теплоснабжающей компании пообещали разобраться со всеми вопросами и жалобами, которые поступили в рамках разговора. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.